Всем привет! Сегодня я отправилась в музей, который находится в городе Ларен. Музей называется Сингер. Это частная коллекция современной архитектуры. В основном там экспрессионизм, кубизм, но также сегодня я хочу попасть на выставку с импрессионизмом. И вот я доехала из Хильверсума на автобусе до Ларен. И вот вы видите здание. Сейчас мы отправимся туда. Я уже вижу чудесную кафешку здесь. Сейчас она, конечно, закрыта, но я думаю, летом здесь очень уютно. И, собственно, здание музея. Довольно современное. Никаких особых изысков. И вот эта выставка, на которую, собственно, сейчас я буду пытаться попасть. Фриса Винт. Импрессионизм. Закончится она в мае. Началась январь, поэтому еще есть время посмотреть. Название выставки переводится как «Свежий ветер». И в основном она будет рассказывать, конечно, об импрессионизме стран Севера. Здесь я увидела еще один корпус музея. Здесь как раз находится магазин. Ну, вокруг частные дома. А, собственно, и вход. Собственно, здание музея. Очень современное. Смотрим, как кафе. Вот мы, собственно, внутри музея. Билет мне достался бесплатно, потому что у меня музейная карта. А нормальный билет на выставку стоит 18 евро. Так что музейная карта очень интересное приобретение. Помогает сэкономить тем, кто много ходит на выставки. Всем известно, что импрессионизм начался в XIX веке Парижа. И после этого он также распространился на остальные страны Европы. Здесь мы с вами увидим собрание из двух немецких музеев. И, собственно, музей Ларен, в котором мы сейчас находимся. После этого и выставки картины будут отправлены в два немецких музея. Музей Аккерсун и музей в Ганновере. Работа Петер Северин Кроэр, художника из Дании. Тоже работа в стиле ингрессионизм. И эта работа написана в 1893 году. Жена художника и ее подруга у моря. Вот эту работу Ко Брэмана в 1899 году. Критиковали за то, что свет на этой картине слишком яркий и режет глаза. Так художник использовал новые импровернистические веяния в своих работах. Еще одна работа Эдр Северин Кроэр. 1907 год. Называется «Голубой час». Художник был вдохновлен японским искусством и фотографией. И он разместил героя чуть-чуть сбоку на картине. И также использовал все эти голубые тона, чтобы передать суммарки. Это работа художницы. Ее костер. В 1817 год. Женщина переехала в городок Хатэн в Нидерландах. Она разместила свою мастерскую в средневековом городке на берегу реки Айсу. И рисовала окрестности с натуры. В большинстве ее работ мы видим достаточно динамичные мазки и яркие цвета. Очень красивая работа художника Йохана Бартольда Йонгкайнда. 1879 год. Это голландский художник. И он был важным предшественником опрессионизма в Голландии. Его работы любили за вот эти широкие мазки, тогда еще не присущие классическому искусству. И он в основном работал вечером для того, чтобы поймать вот эти оттенки вечернего неба и отражения уходящего солнца, облаков. Очень интересная работа. Вот я наконец осталась одна в зале. Довольно много посетителей для среды середины дня, 3 часа сейчас. На самом деле этот музей выдержан в абсолютно классическом стиле. И экспозиция очень похожа на наши российские музеи. В каждой картине есть пояснение. Также текст предваряет начало выставки. В общем, на самом деле очень приятно увидеть такое отношение. Презентация работа. Очень красивая и интересная работа Макса с Левоктом. 1911 год. Это вид на Франкфурт. Очень не напоминает наших русских художников. Такой схваченный момент. Это собака с хозяином. Зимнее настроение такое. Голые деревья. Эта работа, пожалуй, для меня сейчас во втором зале. Наиболее интересная. Посмотрите справа. Аллея. Сначала на нее не касается взгляд. Но потом ты видишь это движение. Этот уходящий человек по аллее. Также в центре композиции. Собор, деревья. Настолько продуманно и схвачен. Момент обыденной жизни города. Совершенно волшебная работа. Ульрик Фюбнер. 1909 год. Вид на гавань Гамбурга. Художник работал в основном в гавани. И его задачей тоже было передать изменения погоды, природных условий, как меняется свет. В этой картине он постарался отразить все максимальные оттенки зеленого. Какие могут быть. И можно разглядеть поближе. Что действительно зеленые оттенки здесь. Очень интересно. Мазками передано. Отметить, если первый зал назывался свет и был голубой, то второй зал называется город и сельская местность. И здесь уже преобладают зеленые оттенки. А мы с вами движемся в следующий зал. Желтый. Следующего зала. Пляж. Фердинанд Харт Нибрих. В 1792 году. На мой взгляд, он был из классических сейсинских работ. Очень напоминает маме. Здесь Клода. Девушки с зонтиками. Пляж. Цвета. Макс Виберман. Игроки в теннис. На пляже в Схевингене. Это Гага. В 1903 году. Как схвачено движение. Здесь композиция та же. Но более статичная. Поэтому, мне кажется, менее интересная. Хотя она будет тщательно прописана. Но не вызывает таких ощущений, как маленькая предыдущая работа. Нет роды. Вот я здесь работал. В 1904 году. Следующий зал у нас сад. Эверта Питерсона. В солнечный день. Это работа Вильяма Генри Сингера. Началась у 12-го года. В моем саду весна. Сначала она мне показалась слишком яркой и не родоподобной. Но чем больше я к нему присматривалась, тем мне кажется, она интереснее. Уже с ромой мешает восприятию. Следующий зал путешествия. И, конечно, мы отправляемся в нас на остров. Восхитительный. Что-то в Англии. Курмону. Настолько разно цвета наполнена. Вся картина наполнена разным цветом. Не передать. Лепклайн. Точнее, это уже стоит на речи. Хочется попасть прямо на картинку. Посидеть на солнышке. Полистать в комнату. Удивительное сочетание цвета песка и неба. И я так помню, я последний зал. Это зима. Спасибо. Продолжение следует... 1898-го, журчика, дырка, проводная кристика. Видеем пиццу, 1990-й год, в Амстердаме. Такой замечательный ресторан. Также с картинами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...